Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с большим количеством торговых идей и рекомендаций. Также в этом канале мы постим аналитические заметки по перспективам разного рода финансовых активов. Каждый пост комментируйте, друзья, если есть в этом необходимости. Можете оставлять ваши пожелания даже относительно того, какие инструменты стоит добавлять к анализу. Ну что ж, на финансовых рынках по-прежнему две фундаментальные идеи. Это насколько негативным будет влияние ковида на мировую экономику, на, соответственно, те активы валютные и фондовые, которые за ними стоят. И как быстро ФРС созреет к решению об ужесточении монетарной политики. Следующее важное событие, статистическое, это данные по инфляции, которые будут опубликованы в США в ходе завтрашней торговой сессии. Напоминаю, что инфляция имеет такое же принципиально важное значение для ФИД резерва, как и данные по рынку труда. Многие полагают то, что реакция рынка на инфляцию будет примерно такой же, как и на последний отчет по Non-Farm Perils. Я имею в виду по волатильности и по всплеску вот этих движений, которые мы наблюдали в пятницу. То есть завтрашние данные по инфляции ни в коем случае не нужно недооценивать. По ожиданиям. Опять же, сейчас разные эксперты, разные аналитики прогнозируют разные значения. Это и существенное превышение того уровня, который мы видели в прошлом месяце, и напротив, другая полярность этих отчетов, что статистика не дотянет до тех показателей, которые по росту мы наблюдали месяц назад. И, соответственно, это будет сигналом того, что инфляция уже замедляется, о чем ранее говорил ФРС, ожидая, что это неизбежно произойдет, как только снизится и утратится, нейтрализуется эффект откровосрочного влияния на инфляцию в виде отложенного потребительского спроса и снятия карантинных ограничений. При таком сценарии, друзья, если инфляция начнет собственно снижаться, я думаю, что можно будет сделать выводы, еще раз вернуться к вопросу того, когда же ФРС все-таки начнет сокращать программу количественного смягчения. Не хочу вас путать по индексу американской валюты, хочу, чтобы было все предельно просто, ясно и понятно. Ближайшая встреча Джексон Холли это в конце августа выступление Павла, и вот там уже будем искать сигналы, конкретные сроки того, когда политика будет скорректирована. До этих пор я могу заранее сказать, друзья, что я буду придерживаться короткой позиции по доллару и точно не откажусь от вот этого шорта. Золото 1737, лоу был 1682, торговая сессия понедельника, именно низкая ликвидность. На фоне эффекта, еще пятничных данных по Non-Farm Perls, все это сделало свое грязное дело и спровоцировало вот такой обвал рынка драгоценных металлов. Сейчас уже фактически произошел откат больше, чем на 50 долларов, и многие считают, что золото уже достигло своего дна, которого, в принципе, не должна была достигать ранее. И дальше будет только лишь восстановление. Сегодня золото растет и опирается этот рост на восстановление доходности, точнее, на снижение доходности десятилетних трежерис, которые сегодня снижаются на 0,27% и сейчас доходность их 1,31%. Соответственно, при такой динамике точно можно будет рассчитывать на все-таки восстановление дальнейшей котировки золота, но в конечном счете все будет зависеть от того, как доллар отреагирует на завтрашний отчет по инфляции и уже окончательно все будет зависеть от того, получит ли рынка сигнал об ужесточении монетарной политики в конце этого месяца. По рынку нефти 69,24 это котировки Brent. Если подвести итоги динамики Brent за последнюю неделю, то Brent потерял около 10%. Это, конечно же, много. Low был 67,59. Основная причина это ковидные риски, опасения за перспективу мирового экономического роста. И сейчас ветер дует из Китая. Пока другие страны пытаются мириться и как-то сосуществовать с фактом распространения нового дельта-штамма в их регионах, Китай демонстрирует и проводит политику нулевой терпимости. Вот где-то появляются, фиксируются скачки роста количества заболевших, как власти принимают решение о жестких ограничениях. И сейчас уже более 20 провинций из 31 находятся фактически условиях жесткого локда. Это вызывает определенные опасения за экономические перспективы этих регионов, да и в целом Китай тоже. Вчера я комментировал прогноз Goldman Sachs, которые пересмотрели ожидания по темпам экономического роста с понижением больше чем на 3% на третий квартал. И я, в принципе, с ними абсолютно согласен. Пассажиропоток в китайских аэропортах за неделю, друзья, сократился на 40%. Это страшные цифры, масштабы которых мы помним, сопоставимые, только лишь по 2020 году. Конечно же, при снижении спроса на авиационное топливо очень сильно проседает спрос на углеводороды в целом. И, наверное, наиболее скептические настроенные эксперты, трейдеры сейчас считают, что спрос на нефть из-за ситуации с Китаем может просесть больше, чем на 4-6%. Но я, правда, считаю, что это слишком крутоватое значение. Но по факту мы видим то, что Китай кошмарит рынки. На рынке присутствует страх за то, что спрос может просесть еще сильнее, и это все конвертируется в распродажи по рынку черного золота, которые мы, собственно, и наблюдаем. Я пока вне сделок, но в целом при таком фоне, конечно же, лучше ориентироваться на продажу. И сделки, которые по-прежнему без изменений, это фунт против доллара в лангах 1,3850. Даже несмотря на политический скандал, вчера стало известно о том, что Борис Джонсон может отстранить от должности министра финансов Англии Суннока. Но я думаю, что до этого все-таки дело не дойдет. Доллар канадец 1,2579, цель 1,24. Здесь основной акцент на скорое окончательное сворачивание программы количественного смещения. Я допускаю, что до конца года Банк Канады свернет свою национальную программу, если он будет действовать и продолжать в том же духе, что и раньше. Статистика только лишь позитивная. Вспомните последний отчет по рынку труда, я о нем говорил накануне. И фондовый рынок США. Вчера очередной исторический хайд 4,418 пунктов в моменте, цель 4,500. И, друзья, сегодня в рамках текущей торговой сессии на рынок может прийти еще один мощный катализатор, который потенциально способен помочь фондовому рынку добраться до цели в 4,500, которую я ранее поставил. Это согласование инфраструктурного проекта расходов на 1 триллион. В частности, лидер большинства в Сенате Шумер вчера сделал заявление о том, что сегодня очень высокая вероятность того, что компромисс будет достигнут. И Евростокс, который мы давно уже не разбирали, но в целом, если отмотать немножко назад, я рекомендовал в качестве долгосрочной сделки брать его с целями 4,300. Сейчас котировки 4,171. Евростокс на исторических максимумах. И я также, как и раньше, предлагаю работать по тренду. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей торговой сессии. Всем пока!